Братья, молитесь о нас. Короткий стих. Во-первых, надо иметь братьев, хороших сестер, не быть одиноким. Ты можешь один жить, один в керре сидеть. Но кто молится о благовестии? А что, Павел, молитесь о нас? Он чего просил-то? Чтобы дверь была широко открыта, чтобы нас принимали. Я скажу, что люди везде принимают. В прошлое воскресенье мы были на урывке, вы бы видели, как нас принимают. Ждут, приглашают, что-то пытаются нам дать. А мы говорим, мы ничего не берем, мы только даем. Так православные всегда только что-то просят. Значит, вы какие-то особые православные, евангельские православные, давайте так назовемся. Нам Бог дал Евангелие. И я его принял, и уверовал, и принес, кто получил через нас. Значит, и вы связаны с тем 62-м годом, с 27-м сентября, через меня уже. И через это вы восходите к посланиям Павла и ко Христу. Протяните мысль на эту нить благодарности, Господи, как хорошо, что он меня нашел тогда. А ведь я сошел с корабля в этот день. Пошел, купил билет. Но до сеанса выдал далеко, я пошел. Но Бог знал, что я люблю. Я не пошел в притоны искать, как моряки, женщины и прочие, где желтые фонари горят. Я шел, и душа тосковала. Я Бога не знаю, я умру, я погибший. Я иду в кино, занимаюсь в библиотеках. В четыре библиотеки только записан был. Где бы корабль не остановился, я быстро бежал в библиотеки. Я страшно много учился и мучился. Я не знаю спасения. Но с детства мама приучила помогать немощным, больным. И отец этому учил. И глазам машинально увидели бабушку, которая нагруженные сумки несет. Я сразу к ней подбежал. Мне 23 года. Моряк сильный, стопроцентное здоровье. И первый вопрос я бабушке задал, неся ее сумки. А у вас где-нибудь здесь молятся? Да 23 года сегодня многие пойдут этим путем. Мое сердце было готово. Я каждый день благодарю Бога за тех людей, которые умерли. Которые живы, которые трудились над моей душой. Которые дали мне Евангелие. Которые через меня распространились на многие души. И о многих могу сказать. Печать моего апостольства вы, Господи. Вот мое доказательство против осуждающих меня. Это было настолько сильным потрясением, духовным переживанием. Что я физически почувствовал прощения и грехов. Я встал обновленный. Я не мог дождаться. Вечером уже темняется. Лот спустит. Котирок отвозит на корабль, стоящий на рейде. Я только ногу перенес через борт. Называется фаршборт. И первый матрос, который с ней, я ему сразу сказал. Христос, уголь за нас, он ждет нас. Налево поворачивает второй. Я второму сказал. Я не мог дождаться, когда я увижу капитана, старшего механика, всем возвестить. И сразу же пошла молва. Все услышали, что я сошел с ума. И после этого 26 лет психиатрии и мучения. И тот, кто так и считает сегодня книгу, про одного, кто сидел в Википелло. Сколько он претерпел. Мне это пришлось пережить, чтобы другим передать опыт. И все это началось здесь воздвижение. Он воздвиг меня от мертвых, своим крестом живосводящим. Я не знаю, воскрес ли тот мертвец. Был ли он верующий. Это все может быть просто благочестивая мистификация. Благочестивый вымысел. Господь послан нас. Идите по всему миру и проповедуйте. Евангелие. Во втором Коринфе на 9, 12. Ибо дело служения сего не только восполняет скуды святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Когда мы что-то дарим. Мы приезжаем и дарим книги на 10 760 рублей в каждую библиотеку. Нынче за лето мы практически подарили на 150 тысяч. Это Бог сделал. И это только начало. Нужно, чтобы эта весть благая. Вот это начало, что мы делаем, пошло дальше. Мы, может быть, являемся начатком истинного благовестия о возвижении креста Христова в душах людей, в православии. Сектанты это давно знают. Второе Фессалоникийисам 3.1. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. Ну какое доказательство, о чем молиться надо? Не о здравии и упокоении. А чтобы слово Господне. И мы готовим ящики, готовим посохи. Всю неделю готовимся. Дети проходят спевку. Какие уж там они певцы. Но Господь сильно через детские уста тронуть и великанов. Чтобы люди пришли к окрещению. Облеклись во Христа. Как Киприан Карфагенский говорит, и одежда белоснежная, туника, которую Бог дает в крещение, она не бывает велика для младенца. Она не бывает малая для взрослого. Деяние 12.5 Итак, Петра стерегли в темнице, а между тем, церковь прилежно молилась о нем Богу. На нас может быть готовится покушение. Кому-то мы поперек дороги стоим, им кажется. И они поперек дороги могут встать. Бог обведет нас другой дорогой. И за них молитесь за врагов, за противящихся, за творящих пакостей. За юридиков, чтобы обратились. Чтобы продлилось это доброе мирное время. Чтобы не было войны. И вот эта неслыханная и невиданная свобода еще продлилась. Колосси нам в 4.5. Молитесь также и о нас. Чтобы Бог отверз нам дверь для слова. Возвещать тайну Христову, за которой я вузы. Ну когда, какой епископ, священник в России говорил об этом, молитесь. Он тоже говорит, молитесь. Я поехал, чтобы безопасность была. И батюшка уехал, мы молимся. Я говорю, батюшка, мы молимся только о том, чтобы было у тебя благовестие. Ты уже каждый год ездишь и ездишь к этим бащам, к Серафимам. Что ты ищешь среди мертвых мертвого? Христос воскрес. Возвести истину. Встреться с теми людьми, которые не знают Христа. Они умеют только анафимацию друг друга, а не воскрешать. Эфизианам 6, 18-19. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне. Дабы мне дало было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования. Каждая церковь об одном и том же пишет, чтобы дало было мне слово. Что мне сказать? Ведь у меня вариации. Какие я могу сказать? Сотни, если не тысячи. Но какое нужно, я не знаю. Какое наинужнейшее, я даже не подозреваю. Я только прошу, Господи, покажи, как? Мы просим, мы кланяемся и умоляем. Ну, услышит ли меня Бог или нет? Павел даже не был уверен. Молитесь, молитесь. Чем больше мы будем свящать ворота небесные очисти, тем быстрее Бог откроет. Все молитесь. Исайя 62,6. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Чем мы должны заниматься? В школу приходите. Друг другу возвещаете. Какой стих ты вчера выучил? Ведь нет этого. Как вы будете жалеть? Сколько раз говорю, дети, в темное время не ходите по улицам. Продолжайте играть, бегать. Вы в наглую пренебрегаете меня и мои слова. Вы будете вопить. Рано или поздно ребенок будет потерян. И каждый схватится за вчера, шиней его не будет. Детям на улице в темное время делать нечего. Совершенно нечего. Пусть с днем играют. Наступил вечер. Сейчас рано темняется. Слава Господу. Откройте Евангелие. Посидите. Телевизор выключите. Я предупреждаю вас. Вы будете вопить. Но ребят своих не найдете. Воруют детей везде. Про нас далеко знают. И подметут с улицы. И будете спрашивать ребенка, видели, не видели. Никакая девица вам уже не поможет. Вам поможет послушание словам, которые я говорю. Посадите детей около себя вещам. Обнимите их. Дети, вы напрыгались на игра. Давайте посчитаем Слово Божие. Не выпускайте их. Солнце коснулось горизонта, чтобы они у порога. Слово стояли уже. Все. Я предупреждаю вас в последний раз. Чуть беды меня уже здесь не будет, если я раньше не умру. И когда будет беда, она обязательно будет. Только потому, что я говорю. И вы тогда все это вспомните. Послушайтесь. Сегодняшний день, чтобы ни одного ребенка в темное время не было на улице. Прекратите подражать безбожьему миру. Иакр 5.16. Признавайте их друг перед другом в проступках. Вот признайтесь за то, что вы не правы. Только застенет лед чуть-чуть, а не провалится под лед. Я каждый год предупреждаю. Берегите детей. И молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может усилить на молитву праведного. Исцелиться от упрямства своего. Все думайте, что это много знаете. Не высокоумствуйте. Закон дан один для всех. Падаешь, спишь, встань. Филимон 1.22. А вместе приготовь для меня и помещение. Ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Мы можем это обратить и к себе. Если мы будем хорошо молиться, Павел будет дарован нам. Мы будем ощущать его присутствие, как бы среди нас. Это он нас сегодня просит, умоляет. Молиться за благовестников. Чтобы дверь широко была открыта. Мы едем совершенно в неизвестное. Мы не знаем, как и что будет. Семя только сеется. А птицы уже со всех сторон слетелись. Это демон. Они там ждут уже нас. Они на дороге ждут. Они здесь сейчас находятся. Ни одного литургии нет, ни одного без сатаны. Тем более здесь. Будете спать. Это делает сатана. Ходит и бросает в святок. Благовидной причиной вымелось на улицу. Это все в жизни святого Макария Александрийского написано. Вы не думайте, что я пришел сам по себе и у меня все будет как. Не будет так. Птицы на ветерии поклевали. Я говорю, они уже сейчас воруют. Вот здесь. На работе истомились. Да не в работе дело-то. А ты заранее брось в субботу. Пораньше. Да пораньше вставайте, чтобы сонный вид не был. А то в воскресенье я полежу подольше. А наоборот, в воскресенье надо стать пораньше. Филимона. 1.19. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. Чтобы Дух Святой путеводил нас. Положил, что сказать, на сердце. И сердца людей уже расплавил. Чтобы они были готовы слышать. Чтобы была благодатная почва. Ну, правда, четвертая часть, но она уже была готова. Спахана. Римлянам 15.30.31 Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом. И любовью Духа. Подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу. Я за себя молюсь. Я умоляю, Павел говорит. Я прошу за меня. Молитесь. Подвязайтесь. И за каждого, кто едет. Павел так нуждался в этом. Вы не думайте, что он просто для красного слова говорил. От этого зависело то, что впереди будет. И в каждом письме. К одному Филимону пишет об этом же. Коуковщина пишет об этом. Деяние об этом. Молитесь друг за друга. О чем? Чтобы исцелеть от упрямства. От своеволия. От искания своего. Подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу. Чтобы избавиться мне от неверующих иудеев. Чтобы нам избавиться от неверующих шарщинов. Потеряевки. Они здесь есть. И они никуда не денутся. И это уже назначено Богом. Мы сейчас выйдем из храма. Мы первое разделение начнем делать по машинам кто куда. Вы знаете. На день воздвижения мы едем. Не только прямо по дороге. Мы едем к небу. Как прекрасно многие благовестующие. Хотя ноги больные. Знай. Лучше лекарство это благовестие. Я знаю этот рецепт. И с этим рецептом я прошел 47 лет. У меня наследственно даже ноги болели. У отца болели и прочее. И Бог сделает так, что твои болячки не будут тебе мешать. А будут помогать. Хорошо, что нога болит. Никуда я теперь не пойду. Буду сидеть дома и считать Слово Божие. Я глухой. И отец глухой был. И бабка. Не только повреждения. Но и наследственное. И мне так хорошо. Я многого не слышу. Людям правда самое трудновато. Когда крест возникнут в душе, тогда все содействует как благу проповеди. Идти в городе намного легче. Зашел и сразу 20-30 квартир в один подрез. Здесь каждый двор надо идти. Просите, чтобы Бог взял нас самих неупрямыми. Чтобы мы прислушались как-то, говорится, другие баптисты, так называемые свидетели Иеговы. Мы отовсюду переняли опыт. Мы в самом начатке. И мы не знаем, насколько это правильно. Мы не утверждаем, что только так надо делать. Но нам опыта никто не оставил, кроме апостолов. Благословенны мы Господом, что пришли сегодня в храм. И услышали, что у православных есть такой праздник воздвижения. Да воздвигнемся мы со Христом через Голгофу в небо. Аминь. Спасибо. 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 Почаще поворачиваю в разные моменты. Как же, здесь нет технику везде. Валя, Валя! Валя, Валя, Валя! Валя, 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 Валя! Валя, Валя, Валя! Валя, 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 Валя! идет сзади, рядом совсем. А когда выходить, ребенок первый. Сначала зайдете, постучите, если нет собака. Если есть хозяева, позовите. Лучше разговаривать через ограду. Бывает, собака позже выскочит. Никого нет. Зашли. Пусто. Поэтому берете Евангелие одни с наклейками, приглашение на них, а на других ничего не написано на корочке. В почтовый ящик Евангелие отпускаете. Если видите, что человек больной, хромой, в библиотеку не...